АПЛОДИСМЕНТЫ У нас, знаете, фирмочка такая одна небольшая, наша, женская. Я, Танька, Люська и хозяйка наша, Анжела Ивановна. И все мы не замужем. Чё делать? Ну а тут у Анжелы день рождения, у хозяйки нашей. Сколько лет? Не знаю. Нам столько не надо. Все ее. Ну, в общем, мы думаем, что бы ей подарить. У нее все есть, все, а мужика нет. А Люська ей говорит, а девки, а давайте ей стриптизера позовем. Сейчас все это делают, и теткам это нравится. Танька говорит, да какого стриптизера? Ты чё? Она одинокая, пожилая женщина, она смотрится, разволнуется и еще коньки отбросит. А я говорю, а чё коньки отбросит? Нормальная женщина, хоть напоследок на нормального мужика посмотрит во всех подробностях. Я говорю, а потом я говорю, да девочки, чё спорить? Давайте завтра на работе все у нее спросим. Пришли на работу, пришла Анжела. Мы ей все рассказали. Ой, а на глазки закатил, девочки, что вы такое говорите, боже мой. Как вам такое могло прийти в голову? Прям не знаю, я прям вся вот прям раскраснелась, прям не знаю. Я согласна. Ну, ну, девочки. Но, вы знаете, у меня в молодости, мне так нравились мужчины в форме. Я как видела военного или там моряка или летчика. Ой, голова круга, но сегодня ничего не соображала. На все была согласна. Так вы уж, пожалуйста, попросите, вот чтобы этот стриптизер, если вы пригласите, чтобы он был в форме. Вот такая, говорит, у меня эротическое причудо. Ничего себе. Эротическое причудо. Ну, мы скинулись с девками. И Люська по телефону этого стриптизера заказала. Ну, заказала. Нет, заказала в хорошем смысле этого слова. Главное, значит, в день, когда все это, день рождения, мы все собрались, у Анжелы. Ну, на столе, как вы сами понимаете, там салатики, молатики, там всякие нарезочки, хампусик. Всякие вкуснятинки. Сидим, ждет. Триптизера нет. Мы уже немножко выпили, шампу из. Поели чего. Триптизера нет. Мы уже и песенки попели какие-то, его нет и нет. А Люська аж прям расплакалась. Бабы, да слушай, что такое за жизнь у нас такая. Мужики к нам даже за деньги не идут. Главное, кто б говорил, Люська, это же она этого стриптизера заказывала. И она машинально свой адрес назвала. И он пришел, это мы потом узнали. Он пришел, топтался у него в дверях, а у него, знаете, китайский звонок такой, который разговаривает. Нажимаешь кнопочку, он говорит, здрасте, мы рады, мы гостям рады, мы вас ждем, сейчас откроем. Знаете, такие звонки. Здрасте, мы гостям рады, сейчас откроем. А этот дурень стоял, вот стриптизер, в дверях, думаю, сейчас ему рады и откроют. Час топтался, а мы уже сидим, не знаем, как Анжелу веселить. Песни орем, жарко, окно открыли, оремка. И вдруг звонок. Люська, девочки. Приготовились, ну, мы все, да, ха-ха-ха. Открывает дверь, стоят двое. Двое. Один такой молодой, другой пожилой, но в форме, как заказывали в милицейской. С дубинками, с автоматами. Даже рации у них трещат и матерятся на разные голоса. О, этот старший говорит, здравствуйте, капитан Петров, мы к вам по заявке. А Люська говорит, что это вдвоем мы одного заказывали. А он и говорит, а нам, говорит, по одного сейчас на вызовы выезжать не положено. Во избежание нападения. А Люська, а-а-а, часто на вас нападают? Он говорит, да, знаете, гражданочки бывают, разорвать норовят при исполнении. Люська говорит, что же ты, они такое исполняют? Что бабы не выдерживают, прямо на них набрасываются. В комнату входит. Говорит, девки, я не знаю, что они делают, но бабы не выдерживают. Что-то вдвоем пришли. Может, второй это подарок от фирмы. Компенсация за опоздание. А эти вошли, значит, оглядели, здравствуйте, здравствуйте, на вас соседи жалуются, тишину нарушаете. А Танька, прямо ее жаба аж задур... Она говорит, что нам теперь на двоих, что ли, раскошеливаться? А, а, я говорю, я думаю, что так, раздеваться будет молодой. А в этот пожилой, я говорю, ну, наверное, типа сутенера. Значит, эти вошли, посмотрели на все. Здрасте, здрасте, тишину нарушаете, придется вам штраф платить. Анжела так на пожилого этого глаз положила. Слушайте, ну, менты ментами, но играют, как артисты просто. И артисты, самые настоящие. А Танька говорит, может, и есть артисты, может, подхалтуривают. И, значит, Анжела на этого пожилого говорит, у меня сегодня день рождения, у меня юбилей, ну, пожалуйста, выпейте за мое здоровье, Анжела. А этот пожилой говорит, нам не положено, мы при исполнении. Она говорит, ну, если что успеете исполнить. У нас не горит она. Он говорит, ну, у нас еще заявки есть. Она говорит, ничего, ничего, мы подождали, пускай и там подождут. И, значит, по бокалу коньяка им набухали, эти переглянулись, сели, выпили, сидят, закусывают. А Таньку, эта жаба, она прям не отпускает. Она к молодому подпассажируется. Говорит, а вы как работаете, вдвоем или по одному? Молодой говорит, ну, вообще работаем мы вдвоем. Но основную работу капитан берет на себя. А я у него так, на подхвате. Танька говорит, девки, облом, раздеваться будет пожилой. А молодой у нее только шмотки подхватывает. Я говорю, давай отказывайся, что-то не катит мне смотреть на эти пожилые мощи. Тоже мне стриптиз юрского периода. Ты куда отказываться? Ты посмотри на Анжелу. Она сейчас на этого пожилого запрыгнет вообще без всякого стриптиза. Эти пожрали. Они обтираются салфеточкой. Конечно, гражданочки, вам спасибо большое, но штраф придется платить. А Анжела говорит, мы вас не обидим. Тут Танька как с цепи сорвалась. Да мы заплатим. Только давай вначале раздевайся. Молодой чуть автомат не выронил. Как раздевайся? А как? Стриптиз давай показывай. Какой стриптиз? Как какой? Какой заказывали? Мы 500 баксов заплатили. Это что, не деньги, что ли? Какие 500? Мы с вашим старшим договорились. Он сказал, что 500 баксов вам в самый раз. Этот молодой, видимо, что-то смекнул. Он говорит, одну минуточку. 500 это на двоих? Или каждому? Танька Штут, которая на этого глаз положила, на молодого, говорит, да каждому, каждому. Раздевайся, давай. И теперь глянулись менты. Подмигнули друг друга. Говорят, ладно. Давайте музыку врубайте, только потише. Девки, и они нам такое показали. И с автоматами, и с дубинками, и с ремнями туда-сюда. А эти пуговички накитили по одной. А то ложечкой, то прикройся, то откройся, то спереди, то сзади. И главное, им самим так понравилось. Они так завелись, что это не им от нас, а нам от них отбиваться пришлось. Ну и чего? Чего? Мы это с Люськой отбились, а Танька с Анжелой отбиваться не стали. И что у нас теперь на фирме? Две свадьбочки, между прочим. Дуры мы такие. Ну ничего, скоро у Люськи день рождения. Пожарных позовем. А чем? Пускай раздеваются. Может и нам с ней повезет. КОНЕЦ КОНЕЦ В БАЛАВНОННЫЕ В БАЛАВНОННЫЙ ДУ Wald